200 дней ночи страха и ужаса. Почти 80 лет назад советские войска одержали победу над гитлеровской армией, и Сталинград был освобожден. За время кровопролитных сражений с поля боя не вернулись более миллиона человек с каждой стороны. В числе погибших также есть 40 наших земляков. Тему продолжит Елизавета Кабанова. 17 июля 1942 года Сталинград был захвачен. С первых дней немецкая армия практически полностью оккупировала город. Из-за высокого уровня напряжения и поднявшейся паники 28 июля Иосиф Сталин издал знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». «Не отступать, не сбегать и не сдаваться». Сталинград играл решающую роль в обороне страны, поэтому сдавать его было нельзя. 23 августа 1942 года стал одним из самых страшных дней. Из-за бомбардировки город был окутан покрывалом из дыма и огня. Сталинград практически сравняли с землей, но, несмотря на это, боевой дух людей сломить не удалось. В тот день погибло более 40 тысяч сталинградцев. Римма Костина видела этот ужас своими глазами. Как только завывала сирена, мы все бежали в подвал, почему-то думали, что подвал может сохранить наши жизни. Потом только отбой, мы поднимались опять наверх. А поскольку бомбежки начались где-то примерно в августе, после 19 августа, и первый день, я потом уже узнала, что было 1200 налетов за одни сутки, то, конечно, там не успевали мы. И потом уже остались в подвале в этом. Нам там взрослые принесут воды, там, поесть хлеб там или чего там было, потому что уже было сложно очень. Сталинградская битва была одной из самых масштабных в Великой Отечественной войне. Около двух миллионов человек сражалось по обе стороны. Страшные цифры тех дней. Солдат воевал один день и погибал. Командир роты – три дня. Командир батальона – 10 дней. Командир полка – 20 дней. В один день советские солдаты расходовали 60 вагонов боеприпасов всех видов. Постоянные сирены и звуки выстрелов отложились в памяти всех, кто это пережил. Поскольку во бомбежище были только дети, может, я никого не был, уже все воевали, то всё время детский плач какой-то, всё-всё-всё, крики такие какие-то, и ночью даже всё. И ещё у меня яркое воспоминание осталось. Значит, немцы разбомбили выше, чем наш дом по Волге, нефтебазу. И вот сирена, и мы, значит, встаём, а за окном, а дом – это прямо над Волгой там они, а вся Волга в огне. Значит, как только они разбомбили, всё это бензин, всё это всё-всё-всё-всё по Волге идёт и горит. И вот я-то перепугалась, а сестра у меня моложе, мне было 8 лет, сестре было 5. Она стала заикаться и заикалась очень долго, уже в школу ходила, заикалась, потом перестала от страха. Эвакуация детей и матерей началась в октябре 1942 года. До этого вывозили только продовольственные запасы, детские оздоровительные учреждения и госпитали. Подошла машина грузовая. Вот сейчас я потом уже знаю, что это полуторка была, раньше каких не было. Так вот, наш детей посадили, вот так, ноги выстрелили, мы вот так сидели все в кузове, рядочками. А наши мамы, значит, на борту сидели, вот так держались. Это я хорошо помню, потому что нас так тесно зажали, что вот так мы сидели, вот руки вот так, ноги вытянуты, и всё. Вот так сидели мы. Ночью выезжали мы. Красная армия держала оборону вплоть до 18 ноября 1942 года. Этап наступления начался 19 ноября с операции «Уран». Оборону гитлеровской армии пробивали 3500 орудий. Именно поэтому 19 ноября стал днём ракетных войск и артиллерии. 23 ноября кольцо советских войск замкнулось. Внутри оказалось более 300 тысяч противников. В декабре началась немецкая операция «Зимняя гроза», в результате которой к позициям Красной армии подошли танковые части. Советским командованием было решено провести операцию «Малый Сатурн», благодаря которой немецкие танковые войска были отброшены. В середине декабря танковый корпус генерала Баданова занял станицу Тацинскую, где располагался стратегический аэродром немцев. К январю 1943 года советским командованием была разработана операция «Кольцо», и 10 января советская армия развернула наступление. К концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах. 2 февраля 1943 года битва была завершена. Римма Костина и другие женщины и дети вернулись в Сталинград в марте. Вот 5 женщин и 4 детей. У нас вырыли землянку эти женщины, у тети Даши, у тети Гули, у них не было детей, вот мама и тетя Тася у нас подвое было у них. И мы, значит, маленькая земляночка, спускаешься, и здесь ящик большой вместо стола, а здесь были двойные нары. И мы спали, значит, внизу, и наши тети и мамы спали вот наверху. Вот она была настолько узенькой, что проход вот даже нам, дети, мы прям проходили и всё. Битва закончилась, но война продолжалась. Чувство постоянного голода и страх всё ещё жили в головах людей. По словам Риммы Костиной, все были добрые и делились друг с другом. Она хорошо запомнила, как они с компанией детей, гуляя по пригорку, почувствовали запах пшённой каши и пошли искать её источник. Поднявшись на бугорок, они увидели немцев, окружённых колючей проволокой, и нашу полевую кухню. Был обед, и пленным раздавали еду. А мы, значит, дядь дай. Ну, дядечка, конечно, солдат. Для нас было тогда непонятно. Он очень ругался на фашистов. Я вас должен кормить, а детям не могу дать. Трибунал будет. А у нас ничего нет. Подставляй руки. Вот так. И он кашу, она горячая. Мы отскакиваем второму. И он им даёт, и нам понемножку даёт. А сам ругается. В 1965 году Сталинград стал городом-героем. А медалью за оборону Сталинграда наградили более 700 тысяч человек. 2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Также является днём воинской славы России. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.